Все, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, программа «Наши всё» Всем привет! С вами Всадники Апокалипсиса, Это пафос, смекалка. В эфире программа «Наше всё». Вик, ну вот какой пафос, ну вот какая смекалка. Ты же знаешь, что мы так называем себя друг, когда путешествуем вместе одной компанией, всей, целой, а не когда мы с тобой находимся вдвоём. Андрей, вот ты вроде смекалка, а догадаться не можешь. То есть я так уже понял, что сегодня мы поговорим о том, как мы провели с тобой выходные всей компании. В общем, выходные эти у нас были продуктивными. Так вот, об отдыхе недалеко здесь, у нас в Приморье, хотелось бы поговорить в эфире. Ну тогда давай быстрыми шагами, семимильными шагами пройдёмся по этому эфиру. Смотрите сегодня в программе «Наше всё». «Батя, живи!» о том, как прошёл благотворительный концерт в Находке. Расскажем. «Батя, живи!» Отдых на море – это не только солнце и пляж. Интересные места для любителей истории. Покажем. Отдыхайте активно и не бойтесь пробовать новое. Парой советов для любителей конных прогулок наши соседи поделятся. Семейный вечер под хороший фильм. Что смотреть в 22.00 на канале Телемикс. Проанонсируем. Генеральный партнёр программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Андрей, скажи, а ты любишь поездки на машине? Вот куда сам так далеко ездил? Ну, я так, знаешь, Вик, так и не вспомню, куда ездил дальше. Но, по-моему, это было либо Кавалерова, либо Ольга. Вот куда-то вот туда. Хорошо. А вот моя самая длинная поездка на машине была от города Кастанай, это в Казахстане, до нашего российского Челябинска. Долго, конечно, было, но очень интересно и красиво. Всё-таки природа российская, она, ну, завораживает. А вот так, чтобы прямо сама за рулём ехать, да, это вот как раз-таки была наша совместная поездка в Находку. Ну да, в Находку мы отправились в Дорогие Дружицы не просто. 30 июня в Интерклабе проводили благодарительный концерт в помощь Михаилу Скобенко. Справиться с болезнью директору школы посёлка Новый опытному КВНщику помогает весь Приморский край. Да что там, Вика, Приморский край, помогает вся Россия. Сейчас осталось собрать, ну, чуть больше миллиона рублей. Концерт, что прошёл в Находке, помог собрать 40 тысяч рублей. О том, как это было, небольшой видеоотчёт. Пять команд КВН и пятый концерт по счёту в Приморье. Чтобы помочь бате, КВНщик и Края отложили свои дела и все дружно приехали в Находку. А я стою, значит, никого не трогаю, значит, вот с фасада ДК, стекло стеклорезом себе на дачу вырезаю, значит. А Михаил Дарьевич подходит, говорит, ты что делаешь, вандал? Я ему говорю, может, вандал? Он говорит, классная шутка, сто пудово её покажу. Короче, Михаил Дарьевич, вы обещали. В марте 2016-го у бессмертного руководителя команды КВН «Шпана» обнаружили рак горла. Чтобы батя смог жить, необходимо было 7 миллионов рублей. Сейчас остался всего 1 миллион. Петь, я, кажется, понял. Это самка Богомола. Она сначала воспользуется тобой, а потом сожрёт тебя. Слышь, тебе сейчас руку сломать или на КПД отвезти. Ну и что нам сделать о твоём КПД? Ну в таких штанишках точно что-то сделают. Эти ребята КВНу отдали много лет. Каждый становился чемпионом в разных лигах. Сейчас они вожатые на школе КВН. Как и Михаил Скобенко в своё время учит школьников придумывать смешные шутки. Мы всем лагерям уверены, что всё у него будет хорошо. Поэтому, батя, это для тебя. Батя, живи круто! Батя, живи класс! Надеемся в Корее! Слышь на нас! Батя, живи круто! Батя, живи класс! Уверены в Корее! Слышь на нас! Слышь на нас! Небольшой зрительный зал Интерклуба заполнили 130 человек. В итоге на лечение Михаилу Скобенко удалось собрать 40. Батя, живи! Хорошо! Всем привет, кто только присоединился. Напоминаем, в эфире программа «Наше всё» с вами Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Сегодня 5 июля. Вик, скажи, а вот как ты любишь путешествовать? По составленным маршрутам от туристических компаний или так вот, значит, так называемыми дикарями? Ну, я люблю, скажем так, продуманный отдых, да? С одной стороны, это может сделать хорошо туристическая компания, да? Но с другой стороны, есть рамки, да, в туристической компании, то есть за которой там, например, вот есть одна экскурсия, и ты не хочешь, например, на неё идти, да? А тебе придётся идти. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, это нужно совмещать, и вот, можно, например, приехать, да, на машине куда-либо, и там уже обратиться в какую-то туристическую компанию, чтобы для тебя сделали какую-то экскурсию. Ну, вот как-то так. Вот такие, дорогие друзья, очень огромные рассуждения от Виктории Сарада. Вот к чему я, собственно, это всё спросил? Всё очень просто, Вик. Ровно 175 лет назад, 5 июля, Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Ну, он же его не просто так вот взял, повесил в вывеску, да, туристическое агентство Томаса Кука. Там вот была какая-то история, я уже не помню, но помню, что она была очень интересная, и я думаю, ой, чувак, ты молодец. Ну, знаешь, ты права. Томас Кук был в Англии активным борцом с пьянцем. А так вот, он организовал железнодорожную поездку по живописным маршрутам Англии. Точно. Всех участников тогда звали друзьями трезвости, да? Ну, память тебя, я скажу, не подводит. Их было 570. Ну, а дальше в рекламных целях железнодороги стали предоставлять Куку скидки. Так, Томас Кук организовал развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными и финансовыми возможностями. Ну, что ещё интересного в истории случилось 5 июля, узнаете через пару секунд. В России сегодня отмечается День работников морского и речного флота. Мы от моря находимся недалеко, потому поздравляем всех уссурицев, кто так или иначе связан с этим праздником. Год 1710. В Санкт-Петербурге было основано Царское село. Вот ты, Андрей, был в Питере? Нет, к сожалению, в Питере я не был, но очень хотел бы побывать. Я тоже не была в Питере, но эта поездка у меня в планах. Вот есть у меня одна такая мечта – Новый год отметить в этом городе на Неве. Чтобы мне не дарить подарок на Новый год? Подальше от меня? Чтобы не дарить мне подарок, скажи, это поэтому-то, конечно, поедем вместе в Новый год, значит, в Питер. Окей. Дорогие любительницы пляжной моды, сегодня можете смело говорить спасибо французскому модельеру Луи Риарду. Что же он такого, знаешь, знаменательного сделал? Придумал зонт-шляпку? Круче, Андрей. В 1949 году он впервые представил купальник бикини, и это было очень смело. И по достоинству оценено самыми дерзкими дамочками. Спасибо, Твелуи. Ну и день рождения сегодня празднует Тута Ларсона, популярный виджей развлекательных программ. И, конечно же, Эрнон Креспа, аргентинский футболист, включенный в официальных список 125-ти лучших футболистов мира. Настроение прекрасное. Родился внук, завтра будем ножки обмывать. Я поступил в 10 класс, ну и сдал хорошо экзамен. Это у нас сынулька, красотулька Захарка. Нам в 9 месяцев. Ну и все, чем он уже радует вас? Нас чем радует? Ну мы ходить начали потихоньку. В 9 месяцев уже? Да, да, в 9 месяцев мы пошли. Ну а так радует. Зубрики лезут, капризничают чуть-чуть. Ну, надеемся, вылезет, будет все хорошо. Радует солнце, хорошая погода, отдых с друзьями. Что происходило у вас такого знакового в последнее время? Отпуск, поездка на море. Вы уже успели отдохнуть и поехать на море? Да, но солнце не поймали. Ага, куда вы ездили? Рязановка. Запах йода, морские продукты, костер, шашлык. Что еще планируете в этом году на море? Обязательно 2-3 поездки планируем. Партнер рубрики Кафе Сунгари. Китайская кухня, вкусная еда, веселая музыка. Мы ждем вас всегда. Итак, продолжим разговор о путешествиях. Вик, ну, что можешь сказать про дорогу до находки? Ну, ты сам все видел. Эмоции от состояния дорожного полотна меня до сих пор переполняют. Туда, дорогие друзья, мы ехали через поселок Заводской. Ну, сказать, что дороги там нет, это просто, ну, ничего не сказать. Яма на яме. Благо, было светло, и мы их видели. Все же, друзья, будьте осторожны и аккуратны, если вдруг соберетесь ехать в сторону находки через поселок Заводской. Обратно навигатор выстроил нам дорогу через Артем. Там дела получше. Ну, получше, но все-таки не идеально. До Артема лучше быстро не ехать, потому что можно поймать парочку глубоких ям. Когда мы ехали обратно, уже стемнело, опустился туман, и пошел очень сильный дождь. Было страшно, но зато теперь я могу поставить галочку. Так сказать, прокачалась, как водитель. Вик, ну, пока мы рассказывали про дорогу, пришло время все-таки нашего гороскопа. Итак, по традиции гороскоп открывает Овны. В начале дня все будет классно. К середине дня будет очень круто. А вечером просто божественно. Поэтому стройте планы, все получится. Телец, сегодня бурю положительных эмоций получите рядом с друзьями. Появятся и новые знакомые, которые потом станут большой частью вашей жизни. А вот близнецам стоит пересмотреть свой круг общения и расстаться с ненужными людьми. Поверьте, и им, и вам так будет удобнее. Рак, вам выпадет шанс влюбиться по самые уши. Поэтому внимательно смотрите по сторонам и не убегайте от стрелы амура. Львам звезды советуют сегодня оставаться собой и не играть ни в какие игры. Побольше искренности, щепотку вежливости, и все будет хорошо. Дева. Звезды советуют отправиться куда-нибудь на отдых. Хотя бы на денек. И спорить не нужно, ведь от моря всего два часа езды. А озер под уссурийском хоть отбавляй. Весы, будьте внимательны. Кое-какие жизненные ситуации движутся к логическому завершению. И завершение это, кстати, будет очень хорошим началом для чего-то лучшего. Скорпионы. Вот знаете же выражение? Вагон и маленькая тележка. Так вот, сегодня в таких количествах у вас будет счастье, успеха и радости. Стрелец сегодня вам будет везти на все сто. Куда не пойдете, за что бы ни решились взяться. Все будет складываться как нельзя лучше. Козерог. Сегодня не будет никаких неожиданностей. Для всего, что произойдет, есть супер важные причины. Так что события можно легко предугадать. Водолей, хорошо, когда все хорошо. И вы этому хороший пример. Взглянув на вас сегодня, хочется позавидовать, конечно, белой зависти. Так держать, ребята. Ну и, конечно же, рыбы. Вам придется принять важное решение. И не стоит откладывать это на потом. Ответ лежит на поверхности. Не обдумывайте свое решение слишком серьезно. Вот первое, что пришло в голову, отличный выбор. Партнер рубрики «Частный детский сад Светлячок». Принимаем детей в ясельную группу от одного года. А что ты знаешь про такое слово, как любовь? Нет. Не знаешь? А как думаешь, что это вообще такое? Это любить. Любить, хорошо. А есть ли в твоей жизни уже молодой человек, которого ты любишь? Или который тебе нравится? Мне сколько нравится вообще. Кто нравится? Мамочка. Мамочка. Мамочку любишь? Да. А скажи, вот, а из молодых людей, мальчиков в садике, кто-нибудь нравится? Да. Кто нравится? Больше всего главник. Хорошо. А он тебе делает какие-нибудь подарки? Нет, он не умеет ничего. Как думаешь, что такое любовь? Это хорошее чувство? Да. А что делают влюбленные люди? Челуются. Что такое любовь, по-твоему? Ну, когда кто-то о ком-то заботится. А что обычно делают влюбленные люди? Ну, заботятся. Когда люди нравятся друг другу, это любовь? Да. Есть ли у тебя уже молодая девушка, которая тебе нравится? Есть. Как ее зовут? Вика. Она только не в моей группе, она в другой группе. Хорошо. Ей 6 лет. Ей 6 лет, она старше, чем ты? Да. Ну, как думаешь, любви все возрасты покорны? Да, может. А ты делаешь ей какие-нибудь подарки, ухаживаешь за ней? Говоришь, Вика, вот ты мне нравишься, давай поженимся. Говоришь так? Нет. Думаешь, еще рановато жениться? Угу. Ну вот, а как думаешь, а ты нравишься Вике? Да. Да? Скажи, а вот, ну, что нужно сделать, чтобы девушка была счастливой? Красивой, еще надо. А, надо, чтобы еще была красивой, да? А если вот девушка красивая, что нужно сделать, чтобы она все-таки была счастлива рядом с тобой? Еще, чтобы она была хорошей. Хорошо, а нужно ли дарить им подарки, девчонкам? Нужно. Какие нужно дарить подарки, девчонкам? Цветы. А кроме цветов? Машину. Машину, может быть. Как думаешь, все девушки любят машины? Ну, наверное, все. У тебя есть уже мальчик, который тебе нравится, может быть? Да. Как его зовут? Глеб. Глеб, хорошо. Скажи, а что обычно делают влюбленные люди? Дарят друг другу цветы, конфеты, подарки? Да. Глеб тебе дарят подарки? Да. Какие? Конфеты. Партнер рубрики «Магазин развивающих игрушек Яросту». Магазин для самых важных людей в мире. Торговый центр Москва, пятый этаж. Уссурийск находка. Расстояние почти 213 километров. Карты определяют примерное время в пути – 3 часа 20 минут. Конечно, это при очень хорошем раскладе. Мы до находки ехали почти 4,5 часа. Заправились при выезде из города на 1000 рублей, да заправились уже на обратном пути. Объем двигателя моей машины – 1,3. В принципе, расход оказался небольшим. Если же при выезде не обратили внимание, насколько заполнен ваш бак, не отчаивайтесь. С заправками на трассе у судиск находка проблем нет. Мы насчитали 54. Проголодаться тоже не успеете. 97 стоп-лайнов и различных кафе. Это только я столько насчитала. Может быть, что-то даже ускользнуло от моего взгляда. Кстати, если вы сейчас собираетесь на работу или пришли с нее, смело можете перекусить. Пришло время короткой рекламы, а после расскажем про дорогу к другому краю моря. Всем привет! В эфире программа «Наше все». С вами Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Сегодня вторник, 5 июля. Погода просто радует. Поэтому работа работой, но мы призываем вас не забывать и про отдых. На каком берегу отдыхать у нас, приморцев, выбор большой. Вот ты, Андрей, где отдыхать предпочитаешь? Я предпочитаю отдыхать там, где тепло. И там, где есть навес от жары. Там, где есть навес от жары, мое любимое место. Но ты же всегда говорила, что «Воу, Рязановка!» Ну, Рязановка – это уже, знаете, пройденный этап такой, но там, можно сказать, было очень-очень круто. Я в Рязановке, действительно, была всего один раз. Еще была на Волчинцах тоже один раз. Там, кстати, очень даже неплохо, но больше дикий отдых в палатках, нежели там какие-то удобства. А это не по мне. Я поэтому обожаю Андреевку. Каждый год выбираюсь туда хотя бы на недельку. Ну, в Андреевке мне нравится, конечно, база «Океан». Я там отдыхал очень часто. Ну и, в принципе, очень крутая атмосфера. Это очень много всяких развлечений. Катамараны, аквапарк. Везде можно на всем покататься, полетать на парашюте. Ну, как бы, развлечений просто уйма. А вот мне безумно нравится ходить на скалы. Там нереально крутой вид. Глубокое, а главное, очень чистое море. Конечно, путь не близкий от центра деревни, но это того стоит. В Андреевке, между прочим, очень много красивых мест, куда можно отправиться. Вот вам от нас небольшая подсказка. Дом Владимира Шевелева, сына Михаила Шевелева, известного чай-торговца, знатока Китая и владельца первого русского пароходства на Тихом океане. Сам Владимир был основателем оленеводческого хозяйства. Здание располагается на западном берегу бухты Витязь. Историческая постройка начала 20 века сейчас полуразрушена, но по-прежнему привлекает сотни туристов. Еще один исторический дом Яна Янковского, товарища и компаньона Владимира Шевелева. От первоначальной крепости 1918 года остались лишь несущие стены и фрагменты кровли. Однако дом является уникальным образцом архитектуры 20 века. После смерти хозяина в этом здании в разные годы находились почта, магазин и научная лаборатория. Еще одна достопримечательность – арбатарея на мысе Гамова. Ее возводили для обороны морских подступов к Приморскому краю в середине 20 века. В свое время это была одна из самых мощных артиллерийских батарей в мире. Общая масса установки – 357 тонн. Орудия были установлены на высоте от 221 до 289 метров над уровнем моря. Сейчас некогда мощная конструкция – исторический памятник Приморского края. Нерадивые туристы приезжают на место с ножовкой по металлу. А вот любители истории берут с собой фотоаппараты. Дорога до Андреевки живописна и красива. Ну, согласен. Особенно меня впечатлил туннель в районе Нарвинского перевала. Ну, не потому что это туннель, а потому что в нем было очень-очень прохладно. Полукилометровый туннель с бетонными стенами толщиной в 2 метра. Буквально напичкан высокотехнологичным оборудованием. Вот такая вот красота. Я с тобой полностью соглашусь. Открыли Нарвинский перевал в апреле этого года. Это первый в России экологический туннель. Он разделил пути миграции диких животных и оживленную автомобильную дорогу Раздольная-Хасан. Вот ты знаешь, почему решили построить такой туннель? Ну, если честно, у меня даже нет, ну, просто вообще просто, Вика, первого раза в жизни нет никаких просто предположений. Строительство туннеля началось в тот момент, когда численность в природе леопардов упала до критической отметки. Краснокнижная кошка гибла от рук браконьеров, от голода и под колесами автомобилей как раз-таки на этом участке дороги. Ну, тогда решение построить такой туннель можно назвать прям, ну, очень хорошим и правильным. Ну, а что же интересного приготовили нам наши соседи? Давайте, дорогие друзья, все-таки посмотрим. Всем привет! Встретить утро на коне, почему бы и нет. Правда, моя лошадка не настоящая. Но знаю, что есть люди, которые обожают этих удивительных животных и знают о них практически все. Анастасия Плеханова, инструктор по конному спорту, в седле более 10 лет работы. Для девушки настоящий праздник – это детская мечта, которая сбылась. Маленькая, когда была, у меня всегда все игрушки, лошадки, все. Это мое самое любимое животное. Когда проходили мимо по пяти углам, я не могла пройти мимо, я обязательно тянулась к лошадкам. И вот так я решила уже с малого возраста прийти заниматься на конюшне. После учебы дипломированный коммерсант, не задумываясь, променяла офис на конюшне. Правда, чтобы лучше понимать специфику, самостоятельно пришлось изучить горы литературы. Ведь у каждого подопечного свой характер и привычки. Вон у него игрушка, туда засовываются вкусняшки. И когда он перемещает этот мячик, они оттуда вываливаются. И поэтому у него есть стимул играться с ней. Это наши два братика. Браслет – это браслет, это ластик. Они молоденькие, им по 4 года. Они у нас очень ласковые, дружелюбные. Они вообще клюшевые просто. И они у нас очень хитренькие. Они у нас открывают замочки. Нам приходится их завязывать. Вот они носиком тут у нас. Раз – и открывают. В конном клубе «Северная звезда» живут 9 лошадей. Калипса Дубруэль, Артемида, Вандерберг, Вивара. Замысловатые клички – неприхоть. Все сделано по правилам. Лошадям дают имена по первой буквы матери, и в середине должна быть буква отца. Стараются давать имена такие необычные, чтобы было красивое такое. Покорнить, убрать стойли и почистить лошадь. С этим Анастасия справляется легко, несмотря на то, что животные несколько раз больше ее самой. Без красавицы Артемиды почти 500 килограммов. Обязательно мы чистим лошади копыта перед тренировкой и после тренировки. Проверяем ей ноги, чтобы ничего не попало, ни камушки, ничего. И вот эта стрелка чистим от себя и смахиваемся. Замысловатые клички Такие, что мы даем на первых уроках новичкам. Мы, когда наша лошадь шагает на шагу, разминается лошадь и разминается всадник. Мы всаднику предлагаем такие упражнения, как повороты головой. Два раза круглые движения вперед, два раза назад. Руки на плечи. Движения плечами два раза вперед, два раза назад. Также повороты корпуса вправо, влево. Наклоны вперед. И наклоны назад. Наша героиня с такой легкостью выполняет упражнения, что мне тоже захотелось оказаться в сфере. Итак, это мой дебют. Она такая высокая. А куда мне тут ухватиться? За седло хватайте за вторым, чтобы вам не страшно было. За седло. Чтобы я не трогала. И вот этот... Подождите. Не зря говорят, у хороших хозяев нет плохих и вредных лошадей. Артемида спокойно и терпеливо ждала, пока я на нее заберусь. Да она такая приятная. В общем, конечно, как принцесса из сказки я не смогу проскакать. Но в любом случае, один свой страх я пересилила. Хорошего дня. Андрей, как думаешь, что не стоит делать на море? Да и вообще на отдыхе, в принципе. Ну, я считаю, что не стоит увлекаться алкогольными напитками и, конечно же, мусорить. А так, в целом, просто главное, получать удовольствие. Остальное можно делать, я думаю, все. Вот смотри, одна моя знакомая девочка поехала на море и взяла с собой ноутбук. Как думаешь, что она там делала? Ну, я одна не чистила, наверное, селедку. Я думаю, постоянно проводила время в соцсетях, если сеть там ловила. Ну, почти, ты угадал. Она смотрела сериалы. Они поехали всего на три дня. На три дня и все эти три дня. Отличная погода была. Но она сидела в домике и смотрела сериалы. Ну, может быть, знаешь, это был, наверное, единственный случай, когда человек смотрел сериалы и обгорел. В домике. В домике. Под лампой. Да. Или что? Что ты опять пошла куда-то в другие гемори? Ну, по мне так, все гаджеты на море это лишние вещи. Я даже телефон стараюсь отключать. Ну, на то он и отдых, как говорится. Да, видели мы, как ты стараешься и стараешься отключать телефон. Ну, в общем, я с тобой... Я селфи-то, конечно, отключаю. Да, селфи, да. Но, в общем, я с тобой согласен. Фильмы смотреть-то лучше дома. Ну, а мы с радостью посоветуем, под какую кинокартину провести сегодняшний вечер. Кейтлин, какие планы на вечер? Мы с ребятами побудем дома. Посмотрим телек. И все. Сейчас Пол – частный бизнесмен и заботливый семьянин. Раньше он был частью русской мафии. Так просто избавиться от криминальных делишек и преступлений невозможно. Однажды неизвестные врываются в дом главного героя и похищают любимую дочь. Поиски приносят плохие вести. Девушка мертва. Единственное, что остается отцу – отомстить. Поройся в прошлом. Кто мог это устроить? Когда-то я сделал большое должение, позволив тебе уйти. Пришло время возвращать долги. Ты должен оставить это. Забудь. Похорони свою боль. Криминальный триллер с элементами драмы и боевика в России вышел под названием «Гнев». Хотя изначально картина имела название «Токарев». Работа Николаса Кейджа не впечатлила критиков, но порадовала зрителей. Оценить актерский талант голливудской звезды сможете сегодня в 22.00 на канале Телемикс. Хасанский район безумно красив. Высокие горы, живописная природа. По пути в Андреевку, Рязановку или Славянку вы можете отскочить и на Кравцовские водопады. А еще заглянуть на экоферму. Домашние и экзотические птицы. Дикие животные – предмет постоянного внимания проезжающих мимо туристов. На экоферме живет парочка страусов. Есть павлин, китайские шелковые куры, 8 разновидностей фазанов, несколько пород диких уток, среди которых красавица-мандаринка. Водоплавающие пернатые, как домашние, так и дикие, живут на искусственных водоемах. Их там целых 5 на экоферме. Помните, в этих местах остановиться минут на 10-15 у вас точно не получится. В запасе нужно иметь минимум часа 2, поэтому выезжайте пораньше. А еще пораньше выезжать следует, потому что состояние дороги после Барабаша оставляет желать лучшего. На обратном пути мы ехали днем. И слава богу, потому что таких глубоких дыр на асфальте я никогда не видела. И еще совет. В Андреевку лучше ехать с полным баком бензином, потому что на обратном пути до Барабаша нет ни одной заправки. Когда в конце каменного века люди начинают активно использовать глину, получают керамическую посуду, кроме посуды из глины начинают делать массу самых разнообразных вещей, в том числе и бусы. Но вот эти бусы, они, конечно, не того времени, они гораздо моложе, им 1000-1300 лет. Глина из сырой глины вылепил, буквально несколько секунд ушло, ну, максимум минута, это у лентяя уже, да? Тоненькой косточкой или тоненькой веточкой дырочкой пробил, подровнял все. Скажем, за 10 минут можно было налепить целое ожерелье. Потом просто дня три это все дело сохло. А еще потом денечек обжигалось. Ну, и день остывало. Керамика вещь дешевая в плане украшений, поэтому это, в общем-то, такая первобытная бижутерия. Вот, гораздо серьезнее вопрос обстоял с стеклянными украшениями, бусами, либо бисером. Если говорить вот конкретно об этих вещах, в общем-то, они получались относительно просто. То есть много стекла тратить не надо было. Здесь достаточно было вытянуть стеклянную ниточку, ее разочек-другой мотануть на веточку, и, в общем-то, бисеринка получалась. Набор и объем украшений, и материал, из чего они сделаны, так же, как в наше время. В этом плане мы не изменились ни за тысячу, ни за две тысячи лет. То есть это определенный статусный уровень владельца этих украшений. Еще одна полезная информация для любителей шумного веселья на природе. 16 июля будет квасно в городском парке возле Дома офицеров. В 6 часов вечера мы ждем вас там. Будет море кваса, живая музыка и мастер-классы. Ну и наш вам совет. Не забывайте отдыхать. И пусть отдых ваш будет активным, позитивным и хорошо продуманным. Ну а на сегодня это все. Наше все. Генеральный партнер программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Всем привет! Я открываю проект про погоду. Очень классно. Чувствую себя первопроходцем. Ну да ладно, переходим к прогнозу. Итак, 5 июля. Сегодня у Сурицы наконец-то уйдет солнышко. Температура днем поднимается до 26 градусов выше нуля. Так что можно выходить и креять косточки на солнцепеке. Ночью тоже станут теплее. 16 градусов тепла покажут столбики термометром неспящим. Желаю хорошо вам провести этот день. Сегодня можете съездить на море и искупнуться. Даже можете погулять допоздна. Ну, 16 градусов как-никак. Пока!